Третья игровая неделя в премьер-лиге стала заключительной в первом круге. Настой «Измаш» встречался с многократным чемпионом города Хабаровского края Дальнего Востока Дальстройиндустрии. Гагаринцы сразу же постарались взять инициативу в свои руки. Уже на восьмой минуте матча самый результативный нападающий городского футбола, в свое время, кстати, поигравший за ДСИ Евгений Смирнов, открыл счет 1-0. Успех авиастроителей раззадорил соперников и следующие полчаса к нам «Союзмаш» отбивал атаки ДСИ. Несколько раз ворота голкипера Максима Ванькова были на волоске от неприятностей. Сначала едва не забился Паров, потом голкипер «Союзмаша» снял мяч с головы Харченко, а на 17-й минуте едва не случился выход 1-1 Конопадского. И здесь работало извечное футбольное правило. Не забиваешь ты, забивает тебе. Прорыв Ильи Суханова по правому краю, точный пас Евгению Смирнову и 2-0. Игроки радуются. Тренер Хмурец. По счету 2-0 выигрываем, но по игре немножко не устраивает качество с середины пола. Болельщики тоже понимали, что даже несмотря на два пропущенных мяча, ДСИ еще далеко не повержен. Ну, продолжать точно в таком же духе играть, как сейчас. Сейчас ДСИ, наверное, начнет давление усиливать. Надо ловить их на контратаках. Продолжать играть надо, не останавливаться. Во втором тайме уже ДСИ играла первую скрипку. Атаки футболистов к белым шли волнами, одна за другой. Тренер Кнаас Союзмаша с трибуны зычно требовал сбивать темп. Пауза, пауза, пауза! Усилив давление на защиту авиастроителей, индустриальные строители упустили прорыв Николая Агеева. Получив точную передачу от Евгения Смирнова, молодой нападающий переиграл в вратаря, протолкнув мяч в дальний от двухпитера угол 3-0. Имея комфортный счет, авиастроители позволили себе допустить ошибку в своей штрафной площадке. Нападающий ДСИ Конопадский воспользовался подарком, забив первый и единственный для своей команды гол в этом матче. Это был счет 3-1 в пользу Кнаас Союзмаш. По обороне где-то в каких-то моментах сыграли, безобразно, конечно. Ну, в целом, по содержанию игры, я, ну, можно поставить 4 в команде дальстрой индустрии. Ну, опять же говорю, решающим фактором, конечно, является реализация ключевых моментов. Если не забивать такие возможности, которые появляются, ну, тогда, конечно, тяжело будет выиграть. Тренер настроил сразу, что игра будет тяжелая. Игра, можно сказать, за первое место была. Ну, еще, конечно, играть. Ну, если мы бы сегодня проиграли бы, я думаю, у нас бы вообще бы шансов не было чемпионами стать. Сегодня выиграли, еще все впереди. В первом дивизионе 27 сентября, в день машиностроителя, состоялся принципиальный поединок между командами градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре. На стадионе «Строитель» встречались авиастроитель и амурский судостроительный завод. Игра получилась очень напряженной, жесткой и временами вязкой. Удары по воротам в этом матче не были частым явлением, хотя несколько раз бомбардиры проверили перекладиной на прочность, а вратарей на профессионализм. Команды смотрелись равными. В составе ворот строителей отличной игрой выделялся Сергей Маркин, уступавший под номером 15. Развязка наступила во втором тайме. После затяжного штурма ворот судостроителей Андрей Максимов из команды авиазавода сумел вонзить мяч, отскочивший от вратаря судостроителей сетку ворот 1-0. Все оставшееся время матча гагаринцы пытались увеличить преимущество, но корабли-строители не позволили им это сделать. В других матчах тура «Кнаас Союзмаш-2» обыграл лидера турнирной таблицы «Металлург» со счетом 2-1 и занял его место на пьедесталь. Во втором дивизионе первое место уверенно занимает коллектив «Кнаас-2», который в день машиностроителя со счетом 4-1 покорил «Эверест», а за сутки до этого расправился с «Аяксом» 7-1. Продолжение следует...